Развалины расселённых домов – зрелище не для слабонервных. Груды мусора и свалки в центре города – это Зводской район. 300 метров буквально, пединститут. Иностранные студенты, я думаю, иностранные студенты посмотрят, скажут, где мы. Это готовый, скажем так, реквизит для съёмок постапокалиптического какого-то фильма, реально. Лучше и не скажешь. Часть улиц холодная и широко холодная сегодня выглядит ужасающе. Расселённые, но не снесённые дома пугают своим видом. Мало того, это источник повышенной опасности, говорят сотрудники МЧС. Школа рядом, детская шалость, пожалуйста, пожар получился. Горели они уже неоднократно у нас. Одни соседи съехали, другие появились, говорят жители окрестных домов. Вам жить здесь постоянно и живут всё на свете. Наркоманы посещают всё это, катавасию. Расселённые строения используются ещё и криминальными элементами для, в частности, наркодилерами, для устройства закладок. Можно вот увидеть для предложения распространения наркотиков. Так что здесь тоже эта проблема остаётся открытым. Стараемся мы её, конечно, решать вместе с полицейскими, но проблема есть. И скрывать этого мы не собираемся. Улица Карачевская регулярно добавляет хлопот сотрудникам экстренных служб. Расселённые дома и хозпостройки здесь частенько полыхают. Я сама с Кубани, такого чуда на Кубани нету. Казалось бы, всё просто и понятно, надо сносить, но это значит искать деньги, которых нет. Основная наша проблема на сегодняшний день – это сложности с бюджетом города Орла. Для сноса аварийных домов необходимы средства на каждое из них порядка 300-400 тысяч рублей. В Орле более 30 домов, которые требуют сноса, плюс 11 – объекты культурного наследия. Один из примеров был озвучен на недавнем личном приёме Андрея Клычкова – Тургеневеды, обеспокоенной судьбой дома семьи Лобановых, который стоит на перекрёстке улиц Старомосковской и Пушкина. Его построил архитектор Тибо Бриньоль. На этом доме стоит мемориальная доска. Хотя бы этот дом законсервировать его, чтобы не было доступа посторонних лиц, поскольку второй этаж деревянный, и дом может исчезнуть. Речь идёт о той норме, что сегодня законодательство позволяет предоставить эти объекты в аренду с начальной ценой 1 рубль. Объект, который у всех на слуху – дом номер 68 по улице Набережная Дубровинского. В течение ноября его обещают замаскировать специальной сеткой. Сейчас мы нашли спонсора и приобретем эту сетку. Но вопрос ещё станет о том, чтобы её смонтировать, потому что сетка стоит дешевле, чем работа по её монтажу. По предварительным данным, сетка сама будет стоить порядка 60 тысяч рублей, и работа монтажная – порядка 200 тысяч рублей ещё. С одной стороны, дефицит финансов, с другой – проблема, которая требует решения. Орловщина в следующем году будет праздновать 200-летие Тургенева и принимать гостей. Однако живописные виды, говорящие лучше любого оратора, могут сработать как антиреклама региону. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.